Привет, дорогие друзья! Зеленский дал пресс-конференцию, и многие люди начали обсуждать, причем люди далекие от пророссийских позиций, как раз-таки вполне себе такие наши, а некоторых называют еще упоротыми, да. Ну, сейчас не время называть кого-либо упоротыми, я думаю. В общем, эти люди начали обсуждать, что с Зеленским. Они обратили внимание на ряд нюансов, ну, конкретно, да, я, я, я. Такое впечатление, что Зеленский отбил в одиночку российскую агрессию, ВСУ ему, конечно, в этом помогли, ну и, конечно, помог народ Украины. Я, отец всех народов. Эта история метаморфоза начала происходить с ним не вчера, конечно же. Во многом, благодаря вот таким вот остолопам, я иначе не назову, ну и настоящим идиотам, которые представляют из себя журналистов, причем не только отечественные. Вот, смотрите, с ICTV, это канал Пинчука, олигарха. Дякую, будь ласка, ICTV, Оксана. Добрый вечер, пане президенте. По-перше, я хочу подякувати вам за ваш приклад незламности, стейкости и верами. Ну, как иначе. Хочу поблагодарить за ваш пример стойкости, веры и незламности. Это, конечно же, благодаря Зеленскому. Вот встает какой-то чухрила. Это уже западный журналист. Только вслушайтесь. Бородьба за вашу державу, яку вы очолили, вас вознесла до вершин моральности. Вознесла вас к вершинам моральности. То есть раньше человек был аморален, а теперь, когда он отбил уже российскую агрессию, он стал моральным человеком. Следующий, смотрите. Мой сын просит селфи с вами. Можно? Это журналисты на пресс-конференции. Конечно же, слушая эту дичь, Зеленский не мог не взлететь. Он взлетел еще с самого начала, когда начали рассказывать. Вчера не рукопожимаемому. С ним не хотел никто, ему руки не пожимали. Во Франции его поставили на курилку давать пресс-конференцию. К нему относились, уже все. Ну, как просто перелистнутая страница. Ему очень сильно помог Кремль. Какие конкретные кроки вы сделаете за внешней и внутренней политикой? Пам президент, мой сын просит с вами сделать селфи. Можливо? Конечно же, возможно. Пока еще это бесплатно, как говорится. А потом, я думаю, что селфи с Зеленским можно будет сделать за 50 тысяч долларов взноса в фонд его же. Как там, какой-то там Юкрейн. Я щоденно роблю, с ранку до ночи я роблю выбор, я жива людина, як бы кто там не хотів. И тому... По всей видимости, он намекает на то, что видеть его неживым хочет, к примеру, Путин. В таком случае, крайне сложно объяснить прекращение огня по городам, по которым лупят каждый день, когда там появляется Зеленский. На это обратили внимание самый первый его приезд. Но сейчас это является просто правилом. Зеленского оберегают. Можно лупить куда-то там по городу, не задумываясь, что там дети сидят в квартирах. Но если Зеленский на улочке, ни в коем случае. Поэтому вот этот пассаж, может, кому-то и зайдет, конечно. Дважды он плакал за пресс-конференцию. Некоторые люди связывают это с особенностями воздействия определенных каких-то препаратов. Я склонен думать, что он просто заигрался в актера. Первый раз он плакал, рассказывая про Буча. Здесь очень важно кое-что понять. Буча, напевно, те, что я побачил в момент, когда мы деокуповали, было очень страшно. За то, что таки. Смотрите, нормально, когда человек воспринимает страшное что-то, страшные кадры, ужасающие кадры, кадры смертей ни в чем не повинных людей, пропуская это через себя и со слезами. На самом деле, моя супруга написала у себя в Телеграме, что у нас был такой момент в войну. Первый, я помню, раз, это когда отец внес маленького мальчика в Мариуполе после обстрела на руках. Маленький мальчик умер. И вот отец его внес в больницу. Это ужасающе. Это проходит реально через тебя. Но мы взрослые люди. И мы, вот с Владимиром Зеленским, мужчины. Не бывает такого, чтобы по прошествии года мужчина, находясь на пресс-конференции, вдруг начинал плакать от того, что он давно... Страшные вещи, которые он прошел. Я помню, как офис президента придумал эту вообще стратегию. Смотрите, как изменилось лицо Зеленского. Видите, он никогда уже не будет прежним. Плюс надо заметить, что когда туда приезжали западные политики, посетить Бучу, все. Ну, некоторые были кадры с Зеленским, где он вполне себе смеялся. Вот спустя год, без небольшого, да, он рассказывал про это, плачет на пресс-конференции. Это называется крокодиловые слезы. Мне так кажется. Вот здесь моментально Зеленский, видите, напрягается. Год назад все хотели вас увидеть, а сейчас, конечно же, ты на расхват. И сейчас Владимир Зеленский, он просто... Книги с Владимиром Зеленским я вижу в аэропортах, но правда уже зачеркнута цена и в два раза меньше. Это, кстати, обо многом говорит, да? Ну, как это? А сейчас он звезда, он актер, он наконец-то достиг того, чего хотел. И никогда без Путина он бы этого не достиг. Это единственный был вопрос, реально больной. Второй вопрос был от канала Порошенко. Первый вопрос касался воровства и Резникова. И, ну, спрашивали, слушайте, было уже подготовлено назначение Буданова. Он сразу начал нервничать. Что, что? Ну, он пытался там перебивать и все такое. Он не обсуждает Резникова, потому что это касается обороноспособности. Вот это вот был дельный вопрос. Один из немногих, который там прозвучал. Второй от канала Порошенко. Фишка в том, что Порошенко и его сателлиты выбрали себе очень странный путь лизания задницы Зеленского. Потому что, в принципе, Порошенко мог возглавить оппозицию Зеленскому даже во время войны. Почему? Потому что именно Порошенко начал модернизировать армию. Не Зеленский. Зеленский урезал бюджеты. Нет. Порошенко. Но Порошенко скуксился. И так как он бизнесмен, в первую очередь, он решил подлизаться. Не вышло. Не получилось. И вот уже канал вышвырнули. Канал Порошенко вышвырнули из эфира. И она задает вопрос. Пане президенте, дякую за возможность поставить вопрос 5-му каналу. Каналу, который еще с квитня, 4-го квитня, вымкнули из цифрового этера. Разом с эспрессо и прямыми. И на разу мы не имеем возможность повноценно говорить. Так же, как и наши коллеги. Это сотни медийников. Эти каналы мне абсолютно не жалко. Эти каналы, это каналы дерьма. Любой выпук Зеленского превозносили. Но это им не помогло. Поэтому ему потерли известное место и выбросили их. Поэтому их не жалко. Но вопрос задает отдельный. По поводу того, несет ли ответственность Зеленский за то, что говорил, уезжать не надо из страны. Все нормально. Но мое вопрос в том, что год назад, в сечение, когда США и НАТО попередали про полномасштабное вторгнение россиян, вы закликали украинцев держать холодную голову и сохранить холодную голову, не поддаваться на провокации. Чи шкодуете вы про это свое звернение, про то, что никакого нападу не будет? Да. Он это говорил. Следующий вопрос касается, в частности, его дружка Баканова. Баканова, главы СБУ, который вместе с новым генералом СБУ убежал сразу же за границу и спрятался там. Но, как видите, не настигает его карающая рука правосудие. И она несколько вопросов втулила. Но смотрите, когда журналисты начинают говорить о том, что Зеленский, это просто он достиг моральных высот, их не прерывают. А здесь вопросы, конечно же, прерывают. На этот вопрос обратили внимание очень многие. Конечно же, Офис Президента запустил свои тезисы, что вот Зеленский осадил, жестко осадил. Я уничтожил олигархов. Про это мы сейчас поговорим. И че вы видите, вы персональную ответственность за то, что граждане належным чином не были поведенны про реальные загрозы? Че вы видите, вы проблему, возможно, у вашего октября, которые, возможно, уменьшили загрозу? И какое покарание, в частности, на вашу думку, мает понести экс-голова СБУ и ваш друг детства Иван Баканов? Чи действительно ныне он перебивает в Украине? Коллега, зупинься, будь ласка, уже выстачит запытай. Зупинься. Причем вопрос следующий касался тоже Баканова. Прибывает ли он в Украине сейчас? Но вот начинает говорить Великий, делая паузы, причмокивая, хмурясь и гримазничая. Спасибо за вашу ответ. Очень приятно. Мне кажется, что я тут был с 24 числа, никуда не дівся. И мне кажется, что это важно, что мы не втратили государство. Это самый главный тезис. Самый главный тезис, который с легкой руки какого-то дурака, опять-таки я вспоминаю, это было на Западе. Первый, не сбежавший. Он не сбежавший. Слава не сбежавшему. Как будто бы кто-то сбегал помимо Януковича, как будто бы в голову могло прийти кому-то сбегать из страны. Почему он должен был сбежать? И почему стало геройством то, что он не сбежал? Не сбежало огромное количество людей, которые точно знали, что что-то будет. И эти люди потом отправились на фронт и там погибли. Не сбежал. Это во-первых. Во-вторых. И так, це завдяки народу України. И завдяки нашим збройним силам. Напевно, и завдяки трошки мене. О чём он говорит? Про что он отвечает? Его же не это спрашивали. Вопрос звучал конкретно. Имеете ли вы, ну, ощущаете ли вы ответственность? Да то, что вы говорили людям, не надо бежать, нападения не будет. Ощущаете ли вы за это ответственность? Второй вопрос касался Баканова. Ещё был вопрос в середине про его окружение. Может быть, окружение преуменьшало угрозу. Он отвечает про то, какой он Фильзе Персовый. Я. Благодаря мне. Благодаря, конечно, народу. ВСУ. Ну и мне. Как бы вам это неприятно было чути, так вважают багато людей. Всё. Так считают. Что благодаря мне. Благодаря мне. Мы сейчас отбились. Мы сейчас. Благодаря мне. Я. Я. Корона приросла уже к голове. И это заметили даже самые упоротые после вот этой вот именно пресс-конференции. И я нияк и не герой. Але, напевно, я хоть что-то сделал. Раз мы тут. В деокупованном Киеве. В деокупованных в багатьох местах нашей державы. Напевно, я что-то сделал. Я. 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 Если вы ещё помните вопрос, то он касался абсолютно не этого. Я. Я сделал. Я. Я. У нас есть НАТИВСКО зброя. И мы боремся, а не подписываем ОЗРАДНИСКИ договоры. МИНСКИ УМОВАНИ ИТОЩО. А не подписываем предательские договора. Мы все помним 25 или 26 февраля, когда на чистом русском языке Владимир Александрович обратился к Путину. Интересно, на каких же условиях были бы достигнуты эти мирные переговоры? Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. И что же вы достигли бы на этих переговорах? За счёт чего? Териториальных уступок? Он призывал к переговорам сразу же, моментально. Но, конечно же, сейчас ему не очень хочется об этом вспоминать. Я вас благодарю за то, что вы есть. Я знаю, вы будете, и это прекрасно. А ответы на вопросы вы дать не хотите ли? Вот, опять про себя. Вот такой вот президент, да, и мы с ним победим. И опять про себя. Что такое? Что зацепило его так? Почему его так это зацепило? Вопросы неудобные. Это тебе не облизывание твоей головы языками вот этих вот непонятных журналистов с Запада, которые рассказывают, что ты добился моральных высот. Нет. Хорошие вопросы прозвучали. А вот с тем, что вот было, мы не перемогли. Вот такая моя ответственность. Но это ещё не весь конец. Ну, то есть, вот он послал привет Порошенко, что вот с тем вот они не победили бы. Но это ещё не всё. Потому что он рассказывает о том, как он уничтожил олигархов, уничтожил российское лобби, уничтожил российские партии в парламенте. Это очень интересно. И очень хорошо, что вас показывают по телебачению. И очень хорошо, что, независимо на те или и другие обвинения, что я президент Украины, уничтожил российскую присутность в парламенте Украины. А где же делась эта присутность? Он имеет в виду определённую партию. А где же она делась? Её нет. И она просто переименовалась. Переименовался? Он уже не пророссийский. Бойко давал интервью Соловьёву 26 февраля, рассказывая о том, что в домах, при обстрелах, никто пострадать не может, потому что там людей уже не осталось, все уехали из Украины. Что с этими людьми? Уголовные дела, может быть, ещё? Нет. Что же ты уничтожил? И второй пассаж, как он уничтожил олигархов. Это вообще интереснее же. Это супер. Знищил российские телеканалы в Украине. Знищил олигархов. Выбачьте. Один из них властных вашего канала. А как же он уничтожил олигарха Порошенко? Что не так с Порошенко сейчас? Он испытывает какие-то затруднения, помимо канала, которые у него всё равно функционируют. Просто его из эфира убрали. А что же это за уничтожение олигарха Порошенко произошло? Порошенко в тюрьме? На Порошенко дело было по госизмене. Это безальтернативное содержание подстражек. Порошенко сидит. Что ты уничтожил? А как будто бы кивая ему, да-да-да, уничтожитель олигархов, Ахметов, разрабатывает сейчас новые газовые скважины в Украине. А Пинчук, один из уничтоженных олигархов, сидит прямо там и кивает, да-да-да. Уничтожил олигархов. Да, говори его. Это Пинчук, олигарх. У него есть СМИ, у него продолжает быть олигархическое влияние. Уничтожитель олигархов Владимир Зеленский. И это что, вы думаете, не поняли? Ну вот эти вот ушлёпки, которые там приехали, там типа западные журналисты, футбол каких-то, факт Путин, они не поняли. Но внутряк весь понял, потому что он никого не уничтожил. Так Коломойского он уничтожил или что? Пришли в тапочках, провели подобие обыска, перехватив дело у НАБУ. Что? Что? Какого ты уничтожил? К чему это? Ну и потом он опять заплакал, рассказывая о своей жене. Если вы считаете, это адекватное поведение, ну конечно направлено на кого? На определённых домохозяек. На людей, у которых вместо мозга что-то другое возможно, не хочу никого оскорблять. И вот на них это воздействует. Он рассказывает о жене и плачет, это повторно. Анатолий, что вы скажете о своей жене? Я ей горжусь. И сразу слёзы вот этого и всё остальное. Смотрите, друзья. Самые его больные моменты теперь видны невооруженным глазом. Он. Он главный. Кто ставит это под сомнение, хоть минимально, тот натыкается на неадекват. Впечатление, что Зеленский скоро объявит, что именно он тот самый Владимир, который крестил Русь. Он сделал всё. Отбил российскую агрессию, привёз оружие. Он решил все вопросы. И конечно же, кроме него, никто не может быть президентом этой страны, которая осиротеет без него. Вот основной посыл. И вот это вот основная фишка данного позорного мероприятия. Это мой личный взгляд. Владимира Зеленского он очень задевает. Именно поэтому приезжего гостя он знакомил с генеральным прокурором. И папочкой, да? Расслабься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова